Плановый снос, который пошёл не по плану. На севере Москвы сегодня был разрушен многоэтажный бизнес-центр. При этом его обломки только чудом не рухнули на прохожих и не повредили проезжавшие мимо машины. Строители утверждают, что всё было предусмотрено. Но у моего коллеги Михаила Федотова есть серьёзные сомнения. Съёмка очевидца. Ночь, улица Красная Сосна. Это север Москвы. Последнее приготовление перед сносом высотки бизнес-центра. Ещё несколько секунд, и 45-метровое здание складывается, как карточный домик. Лавина камней и пыли накрывает проезжую часть. За кадром смех рабочих. Промзону отдали под жилую застройку летом этого года. Автосалоны и мойка были демонтированы без лишнего шума. С высоткой что-то пошло не так. Место сноса уже полностью очищено от строительного мусора. О ночном происшествии напоминают лишь вот такие булыжники, которые сыпались на головы людям и проезжающим мимо машинам в радиусе нескольких десятков метров. Во время обрушения никто не пострадал. И пострадать не мог, говорят строители. Жители соседних домов заранее повестили о сносе. Была перекрыта и дорога, и пешеходные галереи. Стояли люди. Ничего не упало на дорогу и на проезжую часть. Впрочем, ещё раз. На записи видно, как практически под градом обломков проезжают три легковушки. По тротуару проходят люди. Подрядчики уверяют, что проезд был закрыт тогда откуда взялись машины и прохожие. Всё, блин. Три месяца ждали. По версии заслуженного строителя России Азария Лапидуса, вина рабочих, скорее всего, лишь косвенная. Очевиден просчёт проектировщиков. Предполагали, что здание сложится в эту сторону. Мы видим, что застройка находится достаточно далеко. И вот эта вот область, в которой, очевидно, было получено разрешение, куда будет осуществлён развал этих конструкций. Что-то пошло не так. Видимо, ошибки в расчёте. И часть здания сложилась в другую сторону. Специалисты предполагают, что высотка была возведена с нарушением технологий строительства. Это, возможно, и повлияло на столь большой разброс обломков. По некоторым данным, застройщик уже расторг контракт с субподрядчиком. Михаил Федотов, Яна Новикова, Юлия Парфенюк, Владимир Войнов и Дмитрий Черников. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok